Приветствую вас, братья и сестры! Пришло время начинать наше служение. Сегодня миссионерский отдел будет радовать нас отчетами о служении миссионерского отдела. У нас есть гости, братья наши, которые будут делиться словом, делиться свидетельством. Пусть Господь благословит наши сердца, чтобы действительно, слушая все это, это Господь и нас с вами зажигал и побуждал, чтобы мы были светом и примером, и были вот таким вот миссионерским свидетельством для, в первую очередь, для окружающих нас людей, для соседей наших, для тех, с кем мы работаем, в семье нашей, ну а потом уже и до края земли помолимся Господу. Отец наш Небесный, дети твои пришли в дом молитвы в этот воскресный день, чтобы еще раз иметь общение с тобою и друг с другом. Мы благодарим Тебя за поместную церковь, за то служение миссионерское, которое совершается и здесь, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь это служение совершать в Церкви Твоей, за то, что Ты поощряешь нас совершать это служение. Мы просим Твоё благословение и на этот воскресный день, Господи, на вот это служение, которое нам предстоит совершить, на хор молодежный, на всякого участия, который будет здесь, чтобы Дух Твой святой пребывал, Господи, чтобы каждый из нас мог быть вот этим живым свидетелем Слова Твоего, спасения Твоего, чтобы и через нас еще многие люди могли обратиться к Тебе и получить это спасение. И Дух Твой Святой пусть работает в этом собрании с теми, Господи, кто еще не имеет мира с Тобой, кто не имеет спасения, Господи. Просим это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем петь общим пением. Аминь. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Я прочитаю Слово Божие, записанное в Евангелие от Матфея в 9 главе, такие слова с 35 стиха и до конца главы. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпи народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как оцене имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, что они были изнурены, что они были изнурены, как оцене имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Цель нашей жизни на этой земле – учиться у Христа и подражать Ему. Не мертвых воскрешать, а вот делать так, как делал Он только в свою меру, может быть. Он Бог, а мы Его творения исполнены Духом Святым. То есть дети Божьи и верующий в Меня, вы знаете, Он куда посмотрел Христос, сделает дела, которые Я и даже больше сих, вот, которые Он делал. Братья и сестры, есть над чем подумать, насколько мной обладает Дух Святой, насколько я покорен воле Божией, насколько я послушен Духу Святому. Нам и прочитанный текст говорит о том, что Христос ходил по городам и селениям и проповедовал Евангелие. Мы так делаем. Мы 30 лет живем здесь, в Америке. По городам и селениям мы ездим, ходим, проповедуем. Что-то делаем, но не так, как Христос. И вот подражать Христу мы должны. Имеем дерзновение, как мы не раз говорим, в день суда, потому что поступаем в мире сьем так, как поступал Христос. Сегодня то собрание, братья и сестры, я не пророк, но хочу сказать, у Бог дает мне и вам шанс. Или мы станем похожими на Христа, или мы те люди, которые потеряли соль. Или мы должны воспрянуть и действовать так, как учат Слово Божие. Или просто перейти в клуб по интересам, в религиозное общество, которому не нужны ни грешники, ни святые. Жить только для себя и больше ничего. Вы посмотрите на себя, я на себя, вы на себя. И загляньте в свою глубину души и увидите, что там есть чему надо меняться. Есть та непохожесть на Христа, та потеря первой любви, того огня нету и так далее и тому подобное. Каждый найдет у себя то, о чем надо сказать, Господи, прости, помилуй. Но я хотел обратить сегодня наше внимание на последнюю фразу Христа. Много жатвы, делателей не хватает. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Он знает, что не хватает делателей, а выслать не может. Зависит от наших молитв. Бог связал себя с церковью. Это тело Его. Бог связал себя с верующими людьми. И Сам Он не созидает Царство Небесное, а помогают в этом верующие люди, церковь Его. И для того, чтобы Бог выслал делателей, надо, чтобы кто-то взмолился. Кто-то взмолился здесь на земле, и Он просит своих учеников, молитесь, чтобы Отец Небесный, Господин жатвы, выслал делателей на жатву свою. Их сегодня не хватает. Вот там стоят картины. Мы хотим хотя бы три группы организовать, чтобы выйти в парк с ними, выйти где-то в какое-то общественное место, где люди есть. Люди подойдут, и им рассказать надо на английском языке. То есть тот, кто будет рассказывать, должен знать хотя бы три картины, кто писал, когда и о чем, и так далее. Надо буклеты, надо литература, надо куда-то пригласить этих людей, надо служитель, который будет потом вести с ним группу по изучению Библии. То есть одно за другое цепляется. Это мы переходим в более активное служение перед Богом и людьми. То, что мы баннер там выставили, где-то постоим на фривее с плакатами, а это общение уже ближе с людьми. И на это служение мы должны выйти, мы должны поспешить. Это не то, что меня в Африку надо ехать, и там этих самых ящериц есть вместе с ними или что-то. Это вот здесь, вот в наших условиях, не уходя далеко, поехать куда-то в Федерал-Вей или в Эверет или в Олимпию и там провести эту встречу. Сегодня через тебя, из меня Бог ищет делателей. Сегодня Бог, если ты не можешь, как я, дед старый, так и кто есть такие, как я и постарше, то вы можете молиться. Давата, 84 года ей было, не отходя от храма, служила Богу постом и молитвой. Так вот, сегодня Бог призывает и нас молиться, чтобы Бог выслал делателей. Другого пути нет. Эти люди, верующие люди, они настолько слиты с Богом в одно, что они в одной упряжке, я бы сказал, чисто по-человечески, в созидании Царства Небесного, в душах человеческих. Бог не может без церкви действовать здесь, на земле. Сегодня ты, верующий, сегодня ты, христианин, сегодня ты должен раскрыть этому миру красоту Иванлия Божия. Христос ходил и проповедовал. Сегодня мы должны проповедовать Слово Божие. О молитве, вот в этой брошюре, я не знаю, кто брал, кто не брал, кто еще не взял, возьмите, там на столе они есть, есть раздел молитва, и там приводятся примеры действия молитвы, которые мы можем прочитать, услышать. Ее на час читать всего, она небольшая, но я чувствую, что не все ее взяли и не все читали. Это миссионерский наш отдел приготовил эту брошюру, и вы можете взять, не надо не платить ничего, мы просто для церкви это делаем, чтобы побудить нас к более активному служению в деле Божьем. И вот сегодня Христос говорит, вы молите Господина Жатвы, когда жил Христос, говорят по историке, было 150-300 миллионов, самое много людей на земле, это меньше, чем в Америке, было на всей земле. Сегодня больше 7 миллиардов на земле, сегодня делателей гораздо больше надо, и сегодня Дух Святой хочет коснуться тебя, меня Бог не побуждает. Ленивого раба Бог не побуждал, но помните, что его участь. Свяжите его по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю, там будет плащ и скрежет зубов. Он раб, то есть член церкви, но ничего не делал. Ему все равно было, что люди идут в ад, что соседи идут в ад. Ему все равно было, кто там где гибнет, кто живет. Братья и сестры, это ленивый раб. Не дай Бог, чтобы я или кто-то из нас получил эту участь ленивого раба. Мы будем молиться, у нас большая программа на первом и втором собрании. И я побуждаю вас всех, всю церковь Божию, войти в эту упряжку молитвы, чтобы Бог выслал делателей. Может, Дух Святой скажет, я тебя хочу выслать. Так я ж косноязычный, помните? Иди к вараону, а сам заикается, посылает его Бог. И вот этих немощных, ничего не значащих в мире, Бог порой высылает для того, чтобы посрамить значащих. Бог хочет выслать тебя, Бог хочет побудить тебя ночью встать на колени и помолиться за своих близких и родных, за своих соседей, которые окружают тебя, американцы или кто не есть, и быть светом и солью для них. У нас полно есть возможностей, как донести Иван Лея Христова до людей. Приходит ко мне невестка и говорит, а вот мы ходили там, где бомжи собираются, и носили им есть. Дети писали им открыточки своими рукой в места из Библии. А она что-то там напекла, наварила и понесла им есть. И это как один из видов служения. Показать красоту доброты Христовой, их полно этих возможностей. Живя в этой стране, в этих условиях, в этой среде, дай Бог нам силы. Задать себе и Богу вопрос, Господи, что повелишь мне делать в этих условиях? И вот мы сегодня выставили эти картины и приглашаем вас выйти на это служение. Выйти. Дай Бог силы. У кого есть язык, у кого есть возможность, и у кого есть разговорная речь английская, вы можете это сделать. А у кого нету, мы можем молиться. Дай Бог нам силы пробудиться и жить до славы Божьей. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 У дороги лилия цвела Пыль над ней не раз кружилась серая Но всегда свой аромат несла Лилия прекрасная и белая Господи, среди земных дорог Пусть моя душа тобой омытая Белизной трепещет, как цветок От греха и зла тобой хранимая Господи, среди земных дорог Пусть моя душа тобой омытая Белизной трепещет, как цветок От греха и зла тобой хранимая Слава Богу! Братья и сестры, у нас сейчас будет отчет, краткий отчет о служении в Мексику и такой же компактный отчет о служении миссионерского дела. Пожалуйста, братья! Приветствую вас, братья и сестры! Приветствую! Благодарен маме особенно, которая с детских лет водила в церковь. И благодарен за то ощущение, что существую не зря. И вот есть Иакова 4.17 слова. Итак, разумеющий делает добро и не делает, грешит. И как-то братья позвонили. Я ездил совсем, у нас очень много людей ездило. Не только мы троем, скажем, которые вышли. Это представители из других церквей. И нас было очень много. И Белинхейм. Кентовская церковь. Вторая украинская, как говорят Андрей. Николай церковь Возрождения. Я очень рад Богу, что он... Вот это, что у меня ощущение было, что надо что-то делать. И они позвонили, нужда была в строительстве. Потому что там нет таких комфортных домов молитвы в Мексике. Там надо очень много трудиться. И мы приглашаем всех на этот труд. И были детские площадки, была конференция. И мои дети два раза в этом году мы посещали Мексику. И служили там... Как мы не знаем испанского языка, но были организаторы там. А мы служили всем на кухне. Помочь, расставить, разложить все. И это очень большой труд. И мы всех приглашаем к нам присоединяться, к нашим миссионерским поездкам. Спасибо за молитвы. За всех миссионеров, которых вы молитесь. Я думаю, также и за нас прошу молиться. Андрей расскажет за конференцию. Николай за... Николай это наш организатор. Для меня он такой. Спасибо. Приветствую, дорогая церковь. Меня зовут Андрей. Я являюсь членом Евангельской Баптистской Церкви города Кент. И я хочу поделиться именно той конференцией, которая была в конце марта, в начале апреля. Как раз в предпасхальную неделю мы были... Мы посетили город Сан-Хосе-дель-Кабо. Это близко Кабо-Сан-Лукас. Больше нам, может, известно, как курортный город. Но также там есть церкви. И нас пригласили туда организовать молодежную конференцию. В основном, когда мы ездим в Мексику, мы посещаем церкви более ближе к границе, в штате, который называется Нижняя Калифорния. Там внизу это уже Южная Нижняя Калифорния. И организована была молодежная конференция, которая состоялась в церкви, которая называется Антиохия. Антиохия. И приехало молодежи около 200 человек с двух этих штатов Мексики, о которых я говорил. И были мексиканские проповедники. И наша задача была, может, скажем так, немножко организовать и направить. Потому что для них это новое. Не знаю почему. Мы как-то привыкли больше, что у нас молодежь как-то собирается. Там как-то это не очень было. И тем более это такой ковидный год. И они все были в таком напряжении. Не знали, как это должно состояться. Но, слава Богу, Бог все благословил. И нашу дорогу туда. Мы направлялись туда автомобилями. Это приблизительно 2500 тысячи миль в одну сторону отсюда, с нашей местности. Слава Богу, Бог сохранил. Потому что по Мексике, когда мы проезжали пустыню, дорога очень трудная. Очень много зверей приходят на дорогу. Коровы, овцы, ослы, дикие. Это все дикие животные. Но Бог сохранил от аварии, от всяких нехороших ситуаций. И, слава Богу, мы там могли... Фотографии, которые сейчас, это те фотографии той церкви, где мы посещаем всегда. И я думаю, сейчас будут фотографии больше уже с конференций, где мы были. И молодежь приехала с разных церквей, где около 200 человек. И, слава Богу, за все, что там состоялось. И тема конференции была такая... Молодежь, побеждающая во Христе. И такие пункты конференции были... Это как раз пастор вот этой церкви, пастор Альваро. И это служение в той церкви среди детей. Мы когда туда приехали, у нас была три дня детская программа. Мы собирали детей с округи этой церкви, ставили батут и имели детское служение. Потом три дня была самая молодежная конференция. И она уже происходила не в самом доме молитвы. У них есть еще одна территория, потому что сам дом молитвы, он находится очень близко к территории аэропорта. И существует такая возможность, что аэропорт выкупит эту территорию. И они уже наперед стараются, думают о том, чтобы построить новый дом молитвы в другом месте. А если территорию не выкупят аэропорт, то будет как бы две церкви. И на той территории мы между двух таких зданий натянули такую сетку, чтобы была тень. И вся полностью конференция и служение происходила под открытым небом. Только мы натянули сетку, чтобы была тень. Сейчас вы видите видео, где это детское служение. Детей приходит очень много. И мы спрашивали, ну, это дети с вашей церкви? Говорит, ну, где-то, говорит, какой-то процент с нашей церкви. Но в основном это дети неверующие, которые родители не посещают церквей. И имели детские уроки. Делали поделки. Тема была такая тоже предпасхальная. И дети внимательно слушали. И мы благодарны Богу за то время, которое мы могли там провести. Потому что в основном наше служение, мы уже несколько лет совершаем, то это в основном детское служение. Молодежное служение для нас это было новое. Но слава Богу, Бог благословил. И все прошло успешно. И сейчас следующие фотографии уже будут. Вот были розданы Евангелия. Да, вот это была общая фотография, сколько детей было на том служении. Хочу сказать, что Андрей это наш переводчик. С нашего на испанский. Друзья, я пару слов тоже скажу. Вот эта церковь, которую вы видели, вот стройка. Мы когда начинали в 16-м году, там было 4 человека, которые посещали церковь. Сегодня где-то 22 человек в церкви. И мы расширяем церковь, потому что не вмещая. Там около 45 человек уже собирается. Когда вот 2000 год, 2020 год был такой год для проблем. Но я видел в этом возможности. Я благословил, у меня такая работа мейнтерненс, благословил в квартирах. Ходил, говорил людям, что будьте готовы. Ковид не такой страшный, страшнее, как будем встречаться с Богом. Потом была возможность, вот братом Павлом мы и с братьями, мы посещали, потому что в Мексике нету фудбанков. И мы посещали с продуктами питания, где-то, я так посчитал, где-то больше 100 тысяч паунтов продуктов мы привезли, раздавали в церквях. В одной из церквей мы приехали, уже ночью было 2 часа, мы привезли каждому члену по коробке где-то 45-50 паунтов. Пастор начал плакать, говорит, вы, говорит, не знаете, не поняли, что вы сделали. Говорит, церковь уже отпускала, или руки, потому что закрылись заводы, не было где работать, особенно вот курортные. И, говорит, вы принесли нас глоток, мы поддержали церковь. Мы увидели много молодежи и предложили, давайте мы объединим церквях, чтобы возогреть вот эту молодежь, чтобы пошла благовестовать. Было очень много покаяний на этих конференциях. Также я хочу сказать, что предстоит еще одна поездка, вот сейчас мы планируем в октябре месяце, 28, 29, 30 октября, это будет тоже конференция. Молодежно, с других 10 церквей мы соберемся, молим Бога об этом и просим вас также молиться об этом, чтобы Бог благословил, сохранил. И вот это вот трудное время, чтобы молодежь по местной церкви загорелась для Бога, для служения Богу. Слава Богу! Слава Богу! Еще раз спасибо, и мы, как любые люди в теле, нуждаемся и в ваших молитвах, и есть у нас другие нужды. Спасибо вам! Приветствую вас, братья и сестры! Привет! Мы сегодня обо всем не расскажем. Очень много наша церковь делает для Иисуса Христа благовестия. Мы видим, что строятся молитвенные дома, и делаются разные другие служения, и плакаты. Но сегодня я бы хотел от миссионерского отдела и от всех тех миссионеров, которые мы поддерживаем за рубежом, мы не сможем о всех рассказать, там даже мы не всех записали, мы небольшой ролик, именно благодарность вам. Потому что без вас, без вашей поддержки этого служения бы не было. Вы знаете, они вас не знают, но почти каждый в переписке благодарит церковь за спасение, за поддержку. Пожалуйста, включите. Нас приветствует брат-миссионер Сергей Рощупкин из города Чкаловск. Брат несет пастерское служение в своей церкви. Также посещает соседние селения с вечерей, где есть небольшие группы и пока нет рукоположенных служителей. На пасхальные праздники и каникулы церковь братья и сестры активно выходят на улицы, где проповедуют Евангелие и приглашают неверующих людей на служение церкви. Брат просит молиться о служении благовестия, чтобы Бог послал милость и покаяние для людей, живущих в его районе. Город Арзамас. В нем несет служение брат-миссионер Тимофей Козарезов. Он несет служение пастеров по местной церкви. Также с женой вместе ведут малую группу для женщин. В воскресенье в церкви продолжается изучение Библии. Слава Богу, что приходит много неверующих людей и многие люди приближаются к Богу. Брат Тимофей просит молиться о их покаянии, чтобы Господь благословил их труд. Миссионерское служение Александра Коваленко. Каждое второе воскресенье он посещает церковь в соседнем городе и двух близлежащих селениях с вечерей Господней и проповедью Евангелия, ввиду того, что там нет своих служителей. Брат Александр выходит в город для проповеди Евангелия. В этом квартале было роздано более 300 книг «Скорая помощь для души», а также раздавались новые заветы. На юге Тернопольской области несет служение наш брат-миссионер Сергей Скрипник. В этих районах проводит служение благовестия вместе со своей женой. Брат оставил все и с семьей приехал из города в село, где проводит детские и семейные лагеря, посещает вдов с продуктовыми наборами и благовествует Евангелие на улицах. Брат сердечно благодарит церковь за молитвенную и материальную поддержку и просит продолжать молиться. В селе Кременное Донецкой области Украины совершает служение брат Андрей Доценко. Он совершает служение в церкви, которая также, как и наша, называется Церковь Спасения. Они также используют каникулы и христианские праздники для того, чтобы иметь возможность принести благовестие и Евангелие в школы, интернаты и общаются на улице с людьми. На востоке Украины, в городе Часавяре, активно трудится брат-миссионер Артем Тен. Он совершает также служение пресвитера в церкви, участвует в проповеди Евангелия, посещает детские дома, трудится в репцентре, с молодежью выходит на улицы для проповеди Евангелия. Проводят каждый год детский христианский лагерь, в котором рассказывают людям о любви Божьей. Брат просит продолжать молиться о том, чтобы Господь посылал свою благодать и многие сердца открывались для Евангельской вести. Кирилл Огрызков, город Светлодарск, Украина. Основное служение брата – уличная евангелизация и проведение детских лагерей. Они также раздают продуктовые наборы вместе с братьями и сестрами для малоимущих. После этих служений многие дети приходят в воскресную школу. Брат просит молиться о них и о их служении. Город Алма-Ата, Казахстан. Нас приветствует брат-миссионер Виктор Кондратьев. Основное направление служения брата – это неверующие дети и подростки. Каждое воскресенье для них проводится служение. После этих служений детей кормят, общаются с ними, молятся. Брат проводит время на природе, где изучает Слово Божье с детьми. Также в поселке Междуреченск брат участвует в служении репцентра. Город Толгар, Казахстан. Нас приветствует брат-миссионер Вадим Молчанов. Он пришел к Богу через друга. Его семья была на грани развала. Но после обращения Бог сохранил семью. Брат участвовал в служении хора. Потом нес служение диакона. Сегодня брат Вадим ответственный за церковь города Толгар. Он активно проводит молитвенные, подростковые и детские служения. Из города Сарань, Казахстан, нас приветствует брат Франс Тисен. Служение детского дома преображения для сирот началось в январе 1998 года. За это время через детский дом прошло 227 детей. Что особо радует, это то, что 47 детей преобразились и приняли святое водное крещение. Миссионер Николай Мухин из Казахстана. Он сам из неверующих пришел к Богу через знакомых и через прочтение книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Сегодня он служит Господу вместе со своей семьей. Слава Богу! Служение брата Анатолия Черепинского. В воскресенье брат участвует в Одесской церкви «Надежда людям». Брат Анатолий продолжает совершать свое служение в селе Лиманы и благовестовать. Каждую неделю он с женой едет из Одессы в село Лиманы за 75 километров на 3-4 дня и назад. По дороге он бесплатно подвозит людей и благовествует им. Периодически брат выходит с благовестием на улицу. Со своими друзьями, братьями и сестрами он проповедует на базарах, на улицах и в других людных местах. Заклав за нас, дорогие друзья! Он за нас в Заклав! Пасха, праздник, он касается лично нас! Брат Анатолий сердечно благодарит возлюбленную церковь за участие в служении и поддержку. Слава Богу! Брат получил тысячу книг «Скорая помощь для души» о церкви спасения, которые раздает везде, где благовествует. Также сердечно благодарит за пожертвования в размере 2000 долларов на аппаратуру. На эти средства были приобретены две колонки, микрофоны, стойки, а также был заказан видеопроектор, который брат надеется использовать в проведении летнего лагеря для неверующих детей. Сердечной благодарностью Анатолий Черепинский! Вот уже более 10 лет наша церковь спасения поддерживает служение в Доме инвалидов, город Умань, Украина. Брат Сергей Черниченко, член нашей церкви, каждый год совершает миссионерские поездки в этот город для служения инвалидам. В этом году он решил поехать в долгосрочную поездку. Он просит молиться о его служении, о том, чтобы Господь благословил. И многие сердца в городе Умань, в среде инвалидов также, обратились к Богу и нашли спасение. Большим благословением и помощью в проповеди Евангелия является миссия «Врачи без границ». Наш брат Михаил Власенко с группой врачей посещают села и города – Галлициновка, Крюково, Авдеевка и другие, где врачи оказывают бесплатную помощь в лечении людей, во время которой происходят беседы, свидетельства о Христе и раздается духовная литература. Это сильное свидетельство добрыми делами, которое не оставляет равнодушными сердца людей. Многие на этих встречах открывают сердца для принятия Слова Божьего. Около тысячи человек получили помощь от врачей, из которых более 90 человек приняли Христа в свое сердце. Распространение благой вести – это цель, о которой Михаил просит молиться. Открыта широкая дверь, но и противников много. Молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на Ниву свою. Евгений Скуматов четыре года совершал служение в поселке Недрыгайлово. С прошлого года несет служение пастора церкви. В этом году, по милости Божьей, четыре человека приняли святое водное крещение. Церковь умножается и растет. Слава Богу! Брат активно участвует в служении благовестия, не только в Недрыгайлово, но также и в ближайших селениях. Михаил Марченко несет служение в селе Украинка. Основное служение брата направлено на неверующих детей и подростков. Этим летом проводили христианские лагеря для детей с изучением Слова Божьего и пением христианских песен. После лагеря два раза в месяц с этими детьми проводятся встречи. Также брат активно участвует своей церковью, помогая другим небольшим общинам проводить детские христианские лагеря. Из города София, Болгария, нас приветствует брат-миссионер Иван Вылков. На пасхальные праздники церковь с программой выезжала в ближайшие селения с благовестием, раздавали духовную литературу, новые заветы, беседовали на улицах с проходящими прохожими и молились. Слава Господу, браке и сестры, за то служение, которое несут наши миссионеры, которых поддерживает Церковь Спасения. Но вы знаете, вы молитесь о них, вы поддерживаете финансово, но Иисус Христос сказал в своем последнем слове «Идите, научите все народы». Это говорится для каждого из нас. И одно из служений, которое мы сегодня хотим начинать, брат сегодня об этом будет говорить, это картины, я думаю, что вы видели их там. После служения, кому не безразличны те люди, которые за этими стенами никогда не слышали о Христе, идут по этому широкому пути. Подойдите туда, запишитесь, и мы вместе будем продолжать это служение. Приветствую вас, дорогая Церковь, братья и сестры. Слава Господу за этот день, что мы можем много учиться в сегодняшнем дне, и Слово Его, и анализировать свою жизнь, и проверять, как мы действительно все ли мы делаем на этой земле, для чего нас призывает Господь. Я из Церкви Исцелома, из Первой Славянской Церкви, зовут меня Павел. И мы нашей Церковью разработали миссионерский отдел, такую вот евангелизацию, как проводить именно евангелизацию, именно в своем городе, где мы живем. Слава Богу, много свидетельств сегодня мы слышали, и мы видим, что ваша Церковь особо трудится, и Бог благословляет. Ну, я вам скажу, что всегда, вот как бы, в последнее время, перед тем, как есть желание сказать человеку за свидетельство о Господе, и у нас стоит вопрос, и у меня лично этот был вопрос, как сказать, что обо мне люди подумают, может, не совсем это воспримут. И опять-таки я точно понимаю, что я начинаю переживать за свое «я». И вот это у нас происходит в жизни. Но если мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Дедородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос доказал Свою любовь на кресте». Знаете, братья и сестры, и Он, когда висел на кресте, все к Нему подходили и плевали в Него, и одежды Его делили, и говорили, садись со креста, сади креста, и мы уверуем в Тебя, и мы знаем, что Христос не сошел. Он дошел до конца, и Он умер на кресте, пролил на Голковском кресте свою кровь для того, чтобы мы с вами спаслись. И Он спасся. Знаете, когда Он сказал последнее слово «Умирая на Голковском кресте» совершилось, то я так понимаю, что это был закончен именно акт искупления всего человечества. И теперь, братья и сестры, Он на нас с вами рассчитывает, что мы должны идти. Почему называют это как бы центральный стих Евангелия, который я прочитал сейчас? Потому что это действительно цель прихода Иисуса Христа на эту землю. Он пришел на эту землю, искупил нас, а теперь Он на нас рассчитывает. И насколько мы повинуемся Его призову этому. И знаете, если мы прочитаем деяния 1 глава, 8-9 стих, это, знаете, последние слова Иисуса Христа на этой земле, и после чего Он вознесся. Мы знаем, что есть различные ситуации, когда наши родственники умирают или уезжают куда-то, или уходят. И все спрашивают, какие последние слова были сказаны этим человеком. Нам это дорого. И я думаю, что это очень дорого, то, что Иисус сказал. Я хочу прочитать это деяние 1 глава, 8-9 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Братья и сестры, знаете, я рассуждал над этим местом много. И смотрите, вот эта последовательность здесь есть. Может, вы заметили, что Иерусалиме – это город, где мы живем, в Самаре и до края земли. Очень хорошие свидетельства сегодня были, где братья и сестры трудятся. Я вам скажу, я тоже езжу в Местику, в Мексику езжу. Я 4 года только в Америке, но мы ездим, там есть 5 церквей, которые наша церковь поддержит, с другими братьями из других церквей. Но нам надо признаться, что у нас хромает именно Иерусалим, города, где мы живем. Именно евангелизация, среди которой людей мы живем, хромает и здорово хромает. И если так вот разобраться, значит, получается, что вы должны к нам приехать, евангелизацию проводить, а мы в целом, а к вам приехать. Это расходы, и так как бы не должно быть. И мы в нашей церкви вот сейчас сделали такие вот как бы разграничения. У нас много служений, как и у вас, и Африка, и Мексика, и Украина, и Молдова, и Белоруссия. Но каждый отдел, то есть братья и сестры занимаются отдельно. И мы вот сейчас как бы не то, что больше удар, но одна группа, которая больше занимается именно у нас по месту в городе. И мы сделали такое, разработали такую вот евангелизацию в городе, где мы живем. И Бог благословляет. И знаете, это не только, как бы я хотел сегодня об этом вам засвидетельствовать, рассказать примерно, как мы это делаем. Но это не только, как бы, миссионерского отдела, что это миссионерский отдел должен делать. Мы призывали, чтобы это делала вся наша церковь. И слава Богу, у нас многие отзываются. И мы выходим в парк. В конце будет видео, вы посмотрите, как это происходит. Мы выходим в парк, мы приобрели вот такие вот картины. Вот эти картины мы выставляем в ряд. Молодежь поет различные мы. Молодежь очень у нас возревновала. Лидеры молодежные, мы остаемся с ними. И сделали некоторые столы, на которые по парку расходятся. И на некоторых столах, как бы, есть различные, чем привлечь людей. Чем привлечь людей. И в это время мы раздаем трактаты, беседуем с людьми. Особенно возле картин, это очень уникальное. Как бы мы, братья и сестры, вот вы видели все эти картины. Мы не проповедуем эти картины. Эти картины, это как средство достучаться именно до людей. И когда вот мы в парке выставляем эти картины, людей просто как магнитом к ним тянет, к этим картинам. И когда люди подходят, то есть мы как бы раньше пробовали, там за людьми ходишь, возьмите брошюру, начинаешь как бы говорить, и это как бы есть сложно. А здесь люди приходят к тебе, приходят к тебе, к этой картине. Человек подошел, это как бы твоя вещь, и ты можешь подойти с ним, легко заговорить. И вот здесь вот, может, видите, в уголочке вот здесь, на каждой картине есть как бы для нас подсказка. Есть подсказка такая, что где эта картина написана, в каком году, кто художник, и где она сейчас находится. Эти все 10 картин, это библейские истории. И внизу написано, где местописание этой картины, где написано в Священном Писании. И когда человек к тебе подходит, у тебя есть Библия в руках, ты спокойно можешь у него спросить. А вы знаете эту историю? Масса людей их знает, эти картины, потому что они очень знаменитые, художники их писали. И ты легко просто с человеком разговариваешь и обсуждаешь, достаешь Библию, показываешь, где это написано. И есть много различных брошюр, мы тоже разработали. Вот такие брошюры мы, братья и сестры, в вашем миссионерского отдела вам оставим. И только надо будет адреса поменять, может, что-то где-то поделайте, переделайте. И эти брошюры очень хорошо работают. И мы отдаем людям, и люди читают эти брошюры, и есть результаты, и Бог благословляет в этом. Есть в долларе, просто можно эти Евангелие купить, доллар стоит. Есть такой формат, чуть больше. Мы тоже их покупаем, их не всегда много бывает, но как приходим, и мы все скупаем, которые есть, потом через время еще их подносят, мы скупаем. И просто мы раздаем их. И в этом служении Бог благословляет, именно почему важно всю церковь подключить. Почему? Потому что, я вам несколько примеров могу привести. Когда я один думаю, как мне сказать, чего начать. Есть сложности. Когда мы все вместе в парке, мы двое-три человека берем эти брошюры, просто ходим по парку, даже, допустим, отходим от картин, и мы просто вот с людьми общаемся, мы друг друга дополняем. Нам, как бы, можно сказать, смелее мы в этом действуем, потому что проблемы с языком, как бы, у кого-то. И мы вот так вот, как бы, учимся, и потом нам уже самим легче. Знаете, я вам скажу, мы сами себя успокоили в этой стране, что не особо знаем язык, или, может, как бы, уже и потом и знаем, и уже тоже, как бы, себя успокаиваем. Но, как бы, так не должно быть. Вот это одна из брошюр, которую мы специально разложили здесь перед вами. Вот, можете взять ее в руки. Здесь эта брошюра, это вообще такая, она, как бы, самодостаточная, можно сказать. По этой брошюре вообще очень легко заговорить с человеком. Мы специально положили, пока ваш отдел напечатает. Вот здесь еще наши адреса, ну, с вашим адресом. По этой брошюре ее хорошо было бы, пока будут печататься у вас, чтобы вы взяли каждый к себе домой и просто ее проанализировали. Здесь тоже очень, как бы, заговоришь с человеком, просто спросишь у человека, какой счастливый в твоей жизни день. И здесь все описание идет. Многие говорят, день рождения, день брака, все. И ты просто подводишь к тому, что все это хорошо, но рано или поздно ты умрешь, и Господь придет на суд. И здесь все это подтверждается местами Священного Писания. Каждый пункт. Что такое грех? Здесь вопросы вы задаете. Что, по-твоему, должен сделать человек, чтобы Бог позволил ему войти к себе на небеса? И здесь тоже, как бы, человек может отвечать на эти вопросы. И здесь все подтверждается Священным Писанием. Это очень важно. И здесь даже написано, что такое Иисус Христос, что Он стал между Богом и человеком. Грех разделяет нас. И Он стал именно этим посредником. И здесь в конце тоже много написано. И человек может, как бы, здесь написать дату, если он с тобой вместе помолится. Я вам скажу, что вот эту брошюру, она есть на английском языке. Я просто с собой не взял, только на русском взял. Братьям дадим тоже. Мы их печатаем 5-7 тысяч. Мы их раздаем, просто раздаем. Я даже утром еду на работу, куда заезжаю, если куда-то... Я ничего не могу сказать с английским, мне очень сложно. Но я могу ее отдать. Я просто могу эту брошюру отдать. И вот этой брошюры достаточно человеку, чтобы он прочитал ее. И мы верим, что Дух Святой работает в этой ситуации. Что нам надо посеять. Бог Духом Святым с этим человеком будет работать. Я, знаете, часто смотрю различные свидетельства. Вот как вот, допустим, люди приходят, не верующие к Богу. Я вот смотрю просто в интернете, мне это интересно. Я хочу прочувствовать это, как вот действительно люди, на что больше внимания обращают. Братья и сестры, практически всегда, когда человек заходит в тупик, не видит выхода, он находит или Евангелие, или какой-то трантакт. И здесь будет написано адрес церкови, куда он может прийти. Я вам, знаете, скажу, вот эти вот трактаты. Мне брат где-то, вот как, тикет такой. Ну, мы его немножко переделали сейчас. Где-то год назад, наверное, в Майами брат отдыхал. И присылает мне такой этот самый. Говорит, смотри, здесь люди раздают. Здесь очень хорошая информация. Здесь сказано то, что вы, допустим, можете, как бы, прочитать. И потом, как бы, передать даже другому. И я хотел сразу, как бы, их напечатать. Прошло время, как-то не было возможности. Мы хотели напечатать, в церкви раздать. И это я сам был где-то месяц назад, примерно в тех же местах. И опять мне принесли этот трактат. Знаете, я вам скажу, кто-то имеет постоянство. Постоянство о том, кто принес. Вот мы уже их переделали, поставили здесь адреса, даже не своей церкви. А договорились с американскими церквями двумя, которые хотят, как бы, служить. И мы сделали, и сейчас 7 тысяч уже напечатали, раздаем. Видите, кто-то дал, мы передали. И для кого-то это будет, именно, как здесь написано, билет в небо. И Бог благословляет в это. В это время последние, как бы, есть сложности. Вот именно по местам, в наших городах, где мы живем. И, знаете, хорошо на эту евангелизацию выходить с детьми. Хорошо с внуками выходить. Во-первых, пример берут с нас дети и внуки. Во-вторых, мы, как бы, делаем различные... Вот этот раз мы уже выходили, мы делали детям вату. Вату делаем, очередь стоит. Пока очередь стоит, люди стоят, как бы, без дела. И наши братья и сестры подходят с ними и беседуют. А уйти они не могут, потому что дети. Начали шарики вот эти фигурные все делать. Тоже пока шарики крутят. Потом сестры подключились со столами там. Ну, это вы уже увидите видео. Они, как бы, больше, больше мы расширяемся. Сейчас мы уже попкорм хотим делать. Братья и сестры ходят там с вывеской какой-то. Знаете, вот утром, когда было здесь собрание, больше определялось то, что нужно для этот картин, чтобы, как бы, знать язык, и вот, как бы, нужно вам людей. Братья и сестры, знаете, язык вообще не обязательно знать. Когда вы просто даже, вот там, брат, я видел в футболке, вот, свидетельствовал с надписями. В любом возрасте ты можешь одеть в эту футболку, пойти там же в пар, где будет ваша церковь, делать эту евангелизацию. Ты можешь идти в этой футболке молиться. Очень важно, когда мы молимся за этих людей. Знаете, я тоже рассуждал, и я так понимаю четко, что, как Иисус Христос стоит ходатаем перед Богом за нас, вот так мы, когда в проломе, становимся за людей ходатаями. И Бог просто-напросто, Он обращает на это внимание, и Он спасает грешников, потому что Он видит, и нас в этом благословляет. Поэтому это любой возраст может быть. Еще очень важно, я там в церкви тоже призывал, брать наших родственников неверующих. Я просто, ну, я так в двух словах скажу, что в Украине мы еще как бы начинали мы эти проекты делать. Я сам из Харькова 4 года, и мы даже многие церкви как бы ездили, обучали этому. И сейчас это все там работает, и Бог благословляет. И я видел сам лично не раз, когда брали неверующих родственников, и эти неверующие родственники реально вступались вот в разговоре, в беседе. И были результаты, и как бы и есть там результаты. Поэтому это очень такая хорошая возможность для нас всех. И Бог в этом нас благословит. Трактаты здесь у братьев мы оставим тоже, и мы надеемся, что их достаточно будет, этих трактатов, чтобы вы раздавали. С вашими адресами, у вас группы братья хотят сделать по изучению. Мы еще как бы к этому не дошли, потому что у нас как бы есть сложности в этом еще. Но Бог благословляет. Можно видео? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Друзья сестра. Друзья. 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 Ты забот моих могу, и даешь мне сердце тишину, все желания приношу тебе, все мои источники в тебе. Ты моя, воля и покой, крепости, покров спаситель мой, вечное блаженство, радуй мне, все мои источники в тебе. Вечное блаженство, радуй мне, все мои источники в тебе. Еще раз приветствую народ Божий на этом месте. На первом собрании я говорил экзегетику, текста, которому посвящен сегодняшний день, наше общение, и говорил о важных евангельских истинах, связанных с притчей о приглашении на званый ужин. Не знаю, как получится по времени, желательно в 25 минут уже нам закончить. 15 минут осталось, что успею. Какие практические уроки содержит эта притча и инструменты убедительности. Я уже не буду повторять то, что было на утреннем служении. Значит, практические уроки такие, я вижу в этой притче. Приглашая грешника ко Христу, нам не дано право определять неподходящие для этого кандидатуры. Вот такой урок содержится в этой притче. К большому сожалению, многие люди сегодня не с нами, только лишь потому, что нам показалось, что они как-то не подходят для спасения, для покаяния. Только потому, что, как говорится, поставили на них крест, вместо того, чтобы привести их ко кресту. По этой причине многие сегодня не с нами. Мы просто не поверили, что вот этот человек может спастись. Как написано в 1 Коринфянам 7,16. «Жена, почему знаешь, не спасешь ли мужа?» «Муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Там речь идет о том, что не надо торопиться с разводом. Откуда ты знаешь? Может, ты станешь проводником для спасения своего мужа или своей жены. И, возможно, у тебя нет никакой уверенности, что это когда-то произойдет. А это может произойти. Одна из причин, почему нет успешного благовестия, потому что где-то внутренне мы избирательно подходим к грешнику и уже определяем на категории. Вот этот может спастись, а вот этот безнадежный. Именно эта причина лежит в основе, почему у многих нет сильного вдохновения благовествовать везде и всюду. Нет уверенности, что Дух Святой может покорить. Я очень много уделил внимания Ефесской Церкви и был там четыре раза в Ефесе и много исследовал и изучал этот Ефесский феномен пробуждения. Это город, который никак не мог подходить для этого великого пробуждения. Не хватит двух часов рассказывать о том, какая царила ужасная атмосфера в Ефесе. Но Бог такой силой воздействовал в Ефесе, Дух Святой с такой силой сошел на этот город, который я бы сопоставил с сегодняшним Лас-Вегасом. Есть много причин считать, что древний Ефес и современный Лас-Вегас – это что-то идентично. Ефес даже хуже. В Ефесе было много такого, чего нет в Лас-Вегасе. Там царил страшный оккультизм, страшный разврат. Туда стекались люди отовсюду, чтобы поклониться Артемиде. Но Слово Божие с такой силой превозмогало в этом городе, что Павел, там не случайный такой переход, Слово Божие возмогало, а потом дальше в следующем тексте, в 19 главе Деяния написано о том, что Павел намерился пойти в Рим. И это очень связана мысль. То есть сам Павел был весьма удивлен, как Дух Святой действовал в этом совершенно неподходящем городе. И там образовалась базовая, миссионерская, мощная церковь. Она стала эпицентром пробуждения Малой Азии. И Павел подумал, если в таком ужасном городе Бог воздвиг такую сильную, такую мощную церковь, что бизнес Артемиды упал, пришел к концу своему, то, может быть, Господь может и в сердце империи создать свою большую, сильную, мощную церковь. То есть опыт Ефеса помог Павлу дерзнуть, поставить себе на карту благовестия целый Рим. И это все не случайно. Эти мысли можно проследить по тексту. Итак, одна из причин, почему мы демотивированы, почему руки опускаются, потому что нам кажется, этот грешник никогда не покается. Вот только не он. Надо поискать более подходящего. Но мы видим, что Господин не дает таких указаний. Смотритесь в лица. Тот, что покрасивее, тот, что более порядочный, тот, что более как-то вот сговорчивый, того зовите и идите везде, идите по изгородям. Зовите, зовите и зовите. Когда-то Иоанн хотел на самарян низвести огонь. А Христос говорит, вы не знаете, какого духа. Прошло время, и по этим местам ходил Филипп. И здесь тоже произошло небывалое излияние Святого Духа и пробуждение. Иоанн хотел огонь низвести, а Бог запланировал Духа Святого низвести на Самарию. Но это произошло чуть позже. Так оно происходит часто, когда мы где-то недопонимаем, недооцениваем божественные силы, что Бог может Евангелем покорить самое черствое сердце, самого неподходящего для евангелизации человека. Кто бы мог подумать, что жестокий злодей, гонитель Савл, который терзал мужчин и женщин, христиан, именно этот человек станет одним из самых сильнейших, мощнейших проводников сосудов в руках Христа, через которого Бог так много сделал и античный мир на колени поставил и покорил Евангелию через его проповедь. Кто бы мог подумать, что через этого человека? Даже когда он покаялся, еще ученики смущались и не могли поверить, неужели это возможно, неужели это так. Даже где-то у них не хватало уверенности, что это вообще может произойти. Итак, нам никто не давал право грешников делить подсознательно или сознательно на категории. Это перспективный человек ко спасению, а это не перспективный. Поэтому наша задача – это проповедовать Слово Божие, евангелизировать, несмотря на того, подходящий человек это или неподходящий. Как много Бог сделал в среде неподходящих и как много Он через них совершил в этом мире. Второй практический урок из этой притчи – евангелизация ближнего – это не механическое повиновение господину, а работа от души на результат. Господин не сказал «теперь пойдите и пригласите». Он говорит «пойдите и убедите». Рабу говорит «пойди и убеди, чтобы они пришли». Убеди, мы говорили на первом собрании, там даже имеет оттенок «заставить, понудить». То есть так уговорить, чтобы просто у них не хватило аргументов отказаться. Уговорите их. То есть иногда нам очень сильно бьет по рукам вот такой подход, как говорил мой директор когда-то, работа из-под палки. Когда он обличал свой коллектив, это работа из-под палки. Надо душу прилагать к этому. Надо работать на результат. Как сказала одна мать, внутренняя, сама себе, оставшись, так сказать, вдовой, ну при живом муже вдовой. Муж был пьяница. И она, христианка, воспитывала своих детей, и она сказала внутри себя, «Дьявол, я не отдам тебе своих детей». Она день и ночь вымаливала их у Господа. Она день и ночь сеяла семена Евангелия. И эти дети не просто стали христианами, они стали тружениками, они стали полезными, они стали такими нужными для Царства Небесного сотрудниками. Друзья, если бы иметь такую уверенность, если бы работать на результат, когда мы жили на севере, в этих таежных условиях, 450 километров до асфальта, я не говорю до города, до асфальта, все это очень заснеженные места и таежные. Для нас был каждый дорог человек, и мы договорились, давайте будем собираться молитвенной группой и молиться за каждого человека, которому сказано Евангелие. Мы молились постоянно, усиленно, систематически, и я видел чудеса, я видел удивительные результаты, когда мы собирались узким кругом для молитвы. Что происходило с этими людьми, когда мы евангелизировали, когда мы говорили о Христе, и как эти люди шли медленно ко Христу и становились христианами. Это работа на результат. То есть не просто птичку поставили напротив этой квартиры, им трактатик уже там скинули. Мне кажется, что здесь большая недоработка христианства. Работа на результат. Убеди, понуди, уговори прийти, чтобы дом наполнился. Кстати, сам раб, он работал на результат. Когда он совершил первый этап приглашения, то он доложил господину, еще есть место. Но он мог бы этого и не докладывать. Если господин посчитает нужным, и если он увидит, что места как-то вот есть, проанализирует ситуацию, промониторит, что места-то еще есть, и даст второе задание, тогда пойду и схожу, еще приглашаю. Сам раб говорит, еще места есть. Понимаете? То есть как будто бы даже инициатива от раба исходит. Хотя инициатива от господина по-настоящему и зашла. Но раб в таком находится в содружестве, сотрудничестве, взаимопонимании с господином, что как бы намекает, как бы предлагает, может еще кого-то позвать? Места еще есть. Человек работал на результат. Третье, практически урок, это поручение звать людей ко Христу имеет подотчетный характер. Нам иногда кажется, что у нас есть вариант благовествовать и не благовествовать. Или, например, это не мое служение. Вот пусть там миссионеры благовествуют, пусть проповедники благовествуют, пасторы в конце концов, пусть они благовествуют и свидетельствуют. У нас нет других вариантов. Это поручение, которое дано каждому христианину свидетельствовать о Христе, причем оно подотчетное. И раб отчитался о проделанной работе. Вы знаете, старые баптисты, они считали, придавали такую важность благовестию и свидетельству, что, например, Каргель считал искренне, что тот, кто не свидетельствует о Христе с постоянством, систематически, этот человек не переживет восхищение церкви, он не готов к восхищению. Они настолько серьезно относились к делу благовестия и свидетельства, что вот такие были даже серьезные заявления. Я не знаю, конечно, как, я не могу проницать Божье сердце и определять там, кто восхитится, кто нет. Самому бы восхититься. Но так относились серьезные служители к вопросу благовестия, личного благовестия. Не готов человек к восхищению, если он не свидетельствует о Христе. Ну и сам по себе принцип, что знал и не сказал, то кровь грешника взыщется с рук того человека, который знал и не сказал. Этот принцип известен был еще в Ветхом Завете. Он остается и в Новом Завете. А теперь евангельские инструменты убедительности. Тоже три. Три евангельских принципа, о которых говорил на Первом Собрании, три практических урока и три евангельских инструмента убедительности. Итак, в ответ на убедительные доводы тех, кто не пришел на званный ужин, господин дает задание рабу говорить убедительно, но уже к следующей категории. Значит, первые, я бы так назвал, слова должны подкрепляться делом. И этот принцип сам Христос провозгласил. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Братья и сестры, этот мир сегодня особенно устал от обещаний. Бесконечно все, что-то там обещают. Обещают бизнесмены, обещают политики, обещают на каждом углу, обещают все рекламы, все чего-то обещают. Но люди хотят видеть результат, они хотят видеть показатели. Прошу прощения за такой пример. Даже в маркетинге, там, если кто-то куда-то зовет, давай сюда, вот в мою, там, структуру. И этот сетевик, он говорит, я достиг вот таких результатов за месяц, вот мой доход могу показать. И это сильно влияет на того, кого он убеждает и кого он там привлекает в свою структуру. То есть люди хотят видеть результаты, ну, пусть это даже отрицательный пример, из мира, там, бизнеса. Но что-то происходит подобно и в плане христианизации, евангелизации. Если человек не видит дел, он только слышит слова, вы должны приходить к нам на собрание, но он ничего не видит, а он хочет видеть, он хочет пощупать, он хочет увидеть настоящего, живого христианина, который может показать что-то. Показать, какая у него семья, как у него там все устроено замечательно, как он строит отношения со своими соседями, близкими, то, конечно, это будет убедительно звучать, очень убедительно, когда люди видят жизнь. Давным-давно я читал в старых журналах один случай про миссионерку в Китае. Она прибыла туда, стала благовествовать, и не приняли ее. И вот там, в той деревне, заболела одна бабушка. И нужно было сделать трансплантацию кожи, там, ну, заменить. И она говорит внуку, что вот нужна операция вот такая. Это миссионерка, сама врач. Тот попятился назад. Ну, как это? И, в общем, она сама согласилась пожертвовать своим кусочком кожи для этой китаянки. После операции на ней было белое пятно на желтой коже. И это белое пятнышко было большим свидетельством для того поселения китайского, что сюда приехал не просто там какой-то белый человек, чтобы нас обмануть и свою философию тут нам навязать. сюда приехала любовь. Когда люди видят, я, конечно, не говорю уже о таких подвигах, но, по крайней мере, люди хотят что-то видеть. Они хотят видеть дела. Люди устали от слов. Им обязательно нужно что-то подкрепить делами. В позапрошлом месяце, в июне, мне довелось быть в Харрисонбурге, и туда приехал брат Гедеон. Это Малави, африканская страна. И там он миссионерствует. Он уверовал лет в 30 и почувствовал призвание ехать в эту страну, чтобы благовествовать темнокожим. И он говорит, первый мой опыт, это я начал с плантации кукурузы, потому что сам фермерством занимался, он с ЮАР. И говорит, я нанял рабочую силу, урожая не было, и на меня смотрели, выдам я деньги за работу или нет, потому что я-то как бы в минуса ухожу. И когда я все, что у меня там получилось, хоть что-то вернуть, я все раздал работягам, и я ничего не заработал в этот год, они увидели это в деле, меня в деле увидели, и они стали доверять с того момента. Миссионерская станция стала пополняться прихожанами, люди шли и шли и шли. О нем сегодня уже прослышал президент Малави, и от себя уже присылал, направлял человека, который приехал на миссионерскую станцию, увидел, как что тут происходит, какие детки уже ухоженные, 80 уже деток они готовят на миссионеров, и он говорит, это потенциальные миссионеры, мы будем их отправлять на благовестие, вот из местных детей. Когда правительство этой страны услышало и увидело в деле этого миссионера, они сказали, мы тебе еще дадим плантации, занимайся делом, они очень его зауважали, и когда услышали, что игиловцы хотят его убить, то сам лично президент, несмотря на то, что мусульманин, позвонил куда-то и сказал, если только пальцем его тронете, дело будете со мной иметь, несмотря на то, что сам мусульманин. Понимаете, человек показал дело, он не только привез туда весть, он привез туда дела, и это очень и очень важно. Второй инструмент. Приглашаемый должен чувствовать нашу собственную убежденность. Если мы сами плохо верим в то, что проповедуем, люди это чувствуют. Я был покорен Евангелем с детства. Дед мой говорил с такой уверенностью, что там просто никаких не было сомнений, что именно так оно и есть. Это был голос, который воспламенял мое сердце. Я не только слышал, что он говорил, но и как он это преподносил, достигало моего сердца. Его голос потрясал, буквально мое равнодушие, мою апатию, пассивность в деле спасения. Таково было свидетельство, которое меня покоряло. Мы должны быть убеждены в том, что проповедуем. Если ты до конца не утвержден, не убежден, то, во что ты веришь, то люди, конечно, это почувствуют. И если мы будем говорить о каком-то счастье, но люди это не увидят на наших лицах, это счастье, как они расположатся, как они поверят, как они пойдут ко Христу. Я уже не буду там про греческие слова говорить. Последнее. Сила убеждения исходит не от нашей мудрости, а от Святого Духа. Это мы должны понимать, когда мы работаем с душой грешника, что настоящая-то сила, она исходит не от нас. Проповедь Павла была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и Духа. Да, он готовился, он хорошо готовился. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Если бы Павел плохо знал Писание, этого бы текста бы не было. Конечно же, уповать на силу Духа Святого, конечно же, пропускать его вперед, потому что это его работа, это его дело. Наше дело – это быть проводниками, орудиями, сосудами. Не впереди идти Бога и Бога потом звать на помощь и использовать Божью силу для покорения язычников. Нет. Это Бог совершает свою работу, а мы вовлечены в этот глобальный, великий труд по спасению грешников. Наше дело маленькое – убеждать, но сама сила убеждения исходит от Духа Святого. Поэтому нужно осознавать, что это не в наших силах. Мы не сможем возродить ни одного самого лучшего и самого порядочного грешника. Мы не сможем возродить даже наших детей собственных. Это компетенция Бога, это власть Божия. Поэтому мое дело – это быть вовлеченным в этот труд. Я уже рассказывал давным-давно этот пример, и его можно прочитать в книге «Святой Дух», где Тарей описывает одну ситуацию, когда одна из его лучших сотрудниц пришла, сетуя на то, что она два часа уделила одному машинисту, говоря ему о Христе, говоря ему о самых важных евангельских истинах, и он не принял, он отверг. И она попросила, может быть, вы, брат Тарей, пойдете и поговорите с этим человеком. Он закрылся в комнате, преклонил колени и сказал, «Господи, моя лучшая сотрудница не могла убедить этого человека, что я смогу. Прошу Тебя, пожалуйста, пойди впереди, используй, употреби уста мои, это Твое дело, это Твой труд спасти этого грешника». Он пошел, встретил этого человека, и через короткое время, в минутах там оно приводилось по свидетельству, Тарей приходит довольный и счастливый, говорит, «Он принял Христа, как, что вы ему сказали?» Когда он перечислил, что он ему сказал, она говорит, «Странно, все это чуть ли не слово, в слово я тоже ему это говорила». И когда они проанализировали эту ситуацию, оказывается, что у него был подход именно такой, с упованием на Божью силу, на Духа Святого. А сотрудница пошла все-таки, рассчитывая на свой опыт, и хотела просто использовать Духа Святого, чтобы покорить его сердце. Это Божье дело, и вся сила у него. А мы лишь делаем свое маленькое, но очень важное дело, великое дело по спасению грешников. Поэтому, пусть Господь поможет эту притчу оживить в нашей жизни, чтобы яркими перлами, жемчужными засияли эти евангельские истины в деле нашего благовестия и свидетельства, чтобы практически уроки, о которых мы немножко сказали, они возымели свое действие в нашей жизни. И чтобы эти инструменты убедительности, они имели место всегда в деле нашего свидетельства. Слава Господу за все то, что мы сегодня здесь слышали, слава Богу за всех, кто трудится, слава Богу за всех тех, кто горит вопросом спасения грешников. Что может быть еще выше? Зачем здесь нужна церковь на земле? Для того, чтобы еще спасать. Кто знает? Может быть, мой сосед будет спасет. Кто знает? Может быть, человек, на котором я поставил крест, он готов прийти ко кресту. Когда я покаялся в 15 лет в селе Богородское и приехал домой на Камчатку, то я старался как-то молчать и не говорить своим одноклассникам, что я теперь христианин. Прошло полтора года преступного молчания. И однажды мой друг сказал, пошли воскресенье туда. Я говорю, я занят. А куда ты? Да я там туда поеду. А зачем? Это собрание. Какое собрание? Ну там богослужение. Какое богослужение? У меня совершенно не было никакого ожидания, что друг может заинтересоваться. И он говорит, можно с тобой, когда узнал. Но это уже было поздно, потому что он уже тогда в то время стал интенсивно погружаться в мир Голливуда, в мир оккультизма. И в конце концов очень печально у него все сложилось. И я не успел. Я стеснялся. Казалось, что он не подходит для этого, а у него пробудился интерес. Но этот интерес вспыхнул всего лишь как искорка. И я очень сожалею, что молчал, потому что я не думал, что у него проявится интерес к Евангелию. Да поможет Господь ободрить руки наши, всех благовестников, свидетельствующих о Христе. Аминь. Дорогой Господь, благодарим Тебя сердечно за этот воскресный день, за то, что мы сегодня так много слышим призыва к тому, чтобы действовать в отношении свидетельства о Христе. Дорогой Господь, лично за себя прошу, чтобы эти проповеди меня лично коснулись и повлияли на мою жизнь, чтобы мое отношение к ближним изменилось, чтобы я стал очень сильно переживать за их вечность. Прошу Тебя, Господь, помоги нам уметь убеждать людей и в то же время уповать на силу Твою, на могущество Твое, на Слово Твое, которое имеет удивительную силу и потенциал. Господь, дорогой, мы просим Тебя, чтобы в это последнее время еще прозвучал повсеместно призыв ко спасению и чтобы многие отозвались, откликнулись. Во имя Иисуса. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что и в этом служении могли слышать Слово Твое, Господи, могли слышать свидетельства братьев и сестер, которые совершают труд Твой, Господи. Мы просим Тебя за всех миссионеров, которых наша Церковь поддерживает, Господи, за всякое служение и за всякий труд, Господи, чтобы Ты их благословил, чтобы это Слово могло распространяться. И каждому из нас помоги быть Твоими истинными свидетелями на том месте, где мы живем, где работаем, где учимся, Господи. Еще раз просим Тебя за тех, кто еще не имеет мира с Тобой, Господи. Может быть, и в нашем собрании были таковые, которые, слушая Слово, все еще не принимают благодати Твоей. Мы их, тем не менее, приносим к Тебе, Господи, и просим, чтобы Дух Твой Святой работал с ними. Распусти нас миром по домам, Господи, храни в этом воскресном дне, помоги продолжать рассуждать о Тебе, о Слове Твоем, и благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребывается всеми нами. Аминь. 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 Аминь.